Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня у меня коррекция. Эту работу я выполняла очень давно, еще в декабре прошлого года. Приступаю к коррекции. Убираю сразу же длину, чтобы лишнее не спиливать. И теперь снимаю старый материал до тоненькой подложки. Фрезой работаю аккуратно, не спеша, не давлю на ногтевую пластину. Эту фрезу заказывала на Алиэкспресс. У меня было видео. Если найду, ссылку оставлю в описании под видео. Мне очень нравится эта фреза. Она очень мягко снимает. Мягко и в то же время быстро. Буквально считанные секунды и материал полностью снятся с ногтевой пластины. Но также нужно работать ей очень аккуратно, иначе при малейшем надавливании фреза может сразу зарыться в материал и причинить дискомфорт клиенту в плане повышения температуры. То есть клиенту будет горячо. Выглаживаю поверхность сверху, оставляю ее ровной. А с внутренней стороны нужно будет доработать. И за счет вот такого вот круглого барабанчика этой фрезы, она достаточно большая, в диаметре даже на кончике, очень легко удается убрать лишнюю толщину с внутренней стороны. Буквально несколько проходов, и все тоненько, чистенько, и все тут убрано. Носиком фрезы работаю, стараюсь не дотрагиваться до кожи клиента. На ногтях больших пальцев здесь вообще какая-то беда. Кстати, вот такой дизайн здесь был. Прозрачные блестящие торцы, вернее свободный край. Мне как-то девушка сделала в комментарии замечание, что как это торцы могут быть прозрачными. Торцы это торцевая линия ногтя. А то, что вы имеете ввиду, это свободный край. Так что спасибо за поправление. Свободный край у нас прозрачный, с блесточками, сверху растяжка молочного геля и снежинки, собственно, все то, что присуще зимним дизайном. На втором ногте большого пальца вообще большущая отслойка, ноготь сломался, или она сама себе его подпилила после того, как пошла отслойка. Я вот уже не помню, потому что это было очень давно. Но как бы там ни было, мне нужно все это дело убрать, аккуратненько зачистить эту отслойку, полностью убрать весь отслоившийся материал. Но если какие-то мелкие частички останутся, я фрезой не дорабатываю, не рискую, потому что фреза все-таки, близко работая к ногтю, может пропилить его. А все вот эти мелкие, которые остаются после фрезы, я дорабатываю пилочкой, потому что все равно нужен будет опил, все равно в руки брать пилку. Так зачем сейчас фрезой лишний раз причинять дискомфорт клиенту? Пилки на вспененной основе заказывала на Алиэкспресс, уже сто раз говорила об этом видео, сто раз оставляла ссылки, правда, напоминали мне, я забывала, но мне напоминали в комментариях, чтобы я оставляла ссылки, я добавляла их. И все равно идут вопросы, что же это у меня за пилки такие. Обычные пилочки заказывала на Алиэкспресс, очень удачно попала, сама балдею от работы этими пилками. У меня 180 грит, но в следующем заказе я возьму и 180, и 100, потому что для работы по искусственному ногтю, там где я наращиваю, делаю пил, потом укрепляю и опять делаю пил, этих пилочек не хватает. Я беру на одного клиента два файла, а 100 грит подойдет прям идеально. Придаю форму свободному краю, на уцелевших ногтях это будут квадраты. Из того, что есть сейчас, я стараюсь их выпилить. Далее я все равно буду укреплять торцы и достраивать параллели полигелем, и потом я сделаю более четкую форму. А сейчас стараюсь выпилить из того, что есть, и обязательно прохожу пилочкой по поверхности, убираю глянец, страшно части на к своей пластины. Это прям как закон, который нужно просто обязательно соблюдать. Отодвигаю кутикулу, открываю под кутикульный карман и фрезой выполняю паникюр. Мне нравится работать фрезой с тупым носиком, но все-таки тупой носик глубоко не лезет, и им можно упереться в кутикулу, в кожу и не ранить его острым носом, вернее ее. Острый носик, конечно же, более опасен в этом плане, потому что при неловких движениях клиент может что-то там ерзать на стуле. И все равно клиенты наши, они не сидят же статичные, они постоянно в динамике, то им нужно телефон взять, то им нужно почесать где-то. И вот острым носиком достаточно опасно, на мой взгляд, работать, особенно если вы начинающий мастер. Если опытный, конечно же, тут проблем нет, опытный мастер, мне кажется, и закрытыми глазами сделает маникюр любыми фрезами. Вычистила под кутикульный карман на форварде слева, на реверсе справа, приподняла кутикулу для среза и теперь ножничками, ножнички груздью втул я срезаю кантик кутикулы. Эти ножнички заказывала на вам, Борис, также постараюсь ссылочку оставить в описании под видео. Срезаю кантик кутикулы, только эту белую часть и далее зашлифовываю срез фрезой шар. Фреза шар это моя любимая фреза, я, ну, просто я привыкла ей работать, я только такой фрезой работаю, диаметр 5 мм, синий поясок. Я пробовала и красные пояски, у меня не получается. Вот то, к чему я привыкла, тем я и работаю. Но это не значит, что это идеальная фреза. Для каждого мастера своя найдется фреза идеальная, к которой он привык и с которой ему удобно работать. Убираю пыль, клиентка пришла ко мне на пол второго, опоздала на полчаса. Работу выполнили на данном этапе за час. Далее наношу грунтовочный слой каучуковой базы, хорошенько втираю материал в поверхность. И вот этим полигелем я буду достраивать. Акригель от Фокси, заказывала на Эстетик Нейлс. У меня уже очень много материалов от Эстетик Нейлс я заказывала. Всяких разных торговых марок с разными эффектами. Кстати, сегодня в видео я постаралась собрать стак материалы, чтобы они все были от Эстетик Нейлс. Чтобы кому-то, что если понравилось, то могли заказать сразу на одном сайте. У меня для вас есть промокод на дополнительную скидку. То есть, если есть какие-то скидки на товары, то мой промокод еще будет дополнительным. И мой промокод действует еще два дня. Сегодня и завтра последний день. Потом он действовать уже не будет. И получить дополнительную скидку в 10% вы не сможете. Так что ссылочку оставлю в описании под видео на Эстетик Нейлс. И также там же оставлю промокод. Полигель замечательно работает. Смотрите, как он хорошо выравнивается. Как он хорошо и послушно работает под нажимом кисточки. Как он не тянется абсолютно за кистью. Просто идеальный какой-то полигель. Просто и быстро я достроила свободный край. Никаких проблем не возникло. Убираю липкий слой. И теперь фрезой опиливаю. Нужно опилить торец. Вот это торцевая линия, которую, наверное, имела в виду девушка в комментарии. И дальше я выравниваю поверхность фрезой, чтобы... Ну, пилкой это тоже можно сделать, но это намного дольше. Фрезой быстрее, удобнее и экономим время. Выравниваю поверхность. Обязательно смотрю на ноготь сбоку, чтобы все было везде ровненько. Пилочкой выравниваю боковые стороны, выравниваю их. И поднимаю боковые параллели, чтобы они были параллельны верхнему перпендикуляру ногтя. Или верхнему параллели ногтя. Вот эти все параллели, перпендикуляры просто язык заплетается выговаривать. Ну и пилочкой прохожу по поверхности. Такие финальные штрихи, финальное выравнивание поверхности. Вот такие квадратики получились. Очень красивенькие. Нужно обязательно опять-таки выровнять с внутренней стороны. Вот в прошлый раз, который я первый убирала толщину, его можно было и не делать. Сейчас за один раз убрать и ту старую толщину, и новую, которую я достроила полигелем. Сейчас убираю тоненькой кисточкой, чтобы... Ой, вернее, фрезой, чтобы поглубже залезть. Но опять-таки нужно работать очень аккуратно, чтобы не затронуть гипонихии. Вот такие красивущие тонкие квадраты у нас получились. Но это еще не все. У меня есть база Adricoco коллекция Nude база номер 1. Это молочная база и эта база со светоотражающими частичками. Смотрится нереально круто и очень нежно. Наношу тоненьким слоем базу. Видите, при обычном свете они такие серебристые, но как и обычные светоотражающие частички. Имеют серебристые такое сияние. Ставлю капельку, делаю выравнивающий слой. Тоненькой кисточкой подвожу к кутикуле и бокам. И посмотрите, какая нежная красота получилась. Как нежно вот эти серебристые частички на молочном фоне переливаются. Какие тоненькие торцы у нас получились. Вот такие вот красивые квадраты моя клиентка сегодня захотела. Теперь мне нужен оттенок. Мы будем рисовать цветочек. Такой очень простой легкий цветочек номер 9 от Adricoco. Это такой светло-сиреневый оттенок. Рисую этим оттенком лепестки цветка. Далее мне нужен сиреневый потемнее. У меня есть вот такая вот база от Nail Republic номер 123. Это база фиолетовая. Она такая вот витражная, полупрозрачная, но с серебристой поталью. Тоже очень красиво. Я делала дизайн этой базы. Здорово смотрится. Мне очень нравится, что сразу за один слой и укрепление. И достаточно такой яркий цвет фиолетовый получается. Ну и плюс серебристые частички очень красиво мерцают и переливаются. В общем, этой базой я затемняю, оттеняю. Добавляю тени лепестку и тени и оттенки всякие разные. Потому что просто вот этот светло-сиреневый лепесток, он как-то не очень смотрится. Поэтому добавляю. Вторым слоем еще больше добавляю тень на серединку и на краешки лепестков. Чтобы более контрастно смотрелся мой дизайн. Ну и чтобы картинка в целом была более яркой. Далее мне нужно ногти с дизайном перекрыть матовым топом. Можно перекрыть и обычным глянцевым топом, но потом нужно будет зашлифовать поверхность. Мне лень тратить на это время, лень работать бафиком. Поэтому я сразу взяла матовый топ. И теперь черной гель-краской я тоненько прорисовываю прожилки каждому листику. Продолжение следует... Продолжение следует... Просушила и наношу серебристую втирку на черную гель-краску. Гель-краска у меня с липким слоем. На нее отлично ложится эта серебристая втирка. Но после того, как я убрала мягкой кисточкой лишний пигмент, он полностью ушел с матовой поверхности. Не все матовые топы так работают. На некоторых втирках хорошо остается лежать. А, кстати, я сейчас убираю салфеткой в обезжиривателе лишнюю втирку даже с черных линий. Потому что мне захотелось, чтобы кое-где эти черные линии просвечивались. И перекрываю топом без липкого слоя. Также от Фокси. Замечательный топ, отличная. Носится и топ, и полигели. Фокси. Вообще, Фокси прикольная фирма оказалась. Впервые я ее попробовала у Эстетик Нейлс. Ну и вот такой маникюрчик получился. Очень красивый, очень женственный и очень весенний уже. Ссылки на Эстетик Нейлс и промокод в описании под видео. У нас вот такая работа получилась. Спасибо, что были со мной до конца. Всего доброго, хорошего дня. И, кстати, это база со светоотражающими частичками, которые очень круто переливаются при определенном свете.